Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice с Mortal Kombat X, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Всё делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. При покупке двух персонажей линейки Injustice 2 введите промокод и любой персонаж из режима прорыв качается бесплатно. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят, вы на канале Steven Games и я продолжаю играть в игру Injustice. И начнем мы с того момента, что у меня появился новый персонаж, как вы видите, зеленый фонарь. Давайте на него посмотрим. Это, конечно, зеленый фонарь. Я его вытащил благодаря тому, что собрал нужное количество осколков и он мне стал доступен. Для прокачки до двух звезд требуется 30 осколков персонажа, но я это буду называть осколками, на самом деле не знаю, как правильно называть. Возможно, частицы персонажа. Тут уж это пока что не продумано особо. Таланты я ему не прокачивал, вообще ничего не делал, как вы видите, только что его открыл и персонаж, мне кажется, довольно интересный. Буду его потихоньку прокачивать и как только прокачаем, мы, конечно, за него поиграем. Сейчас его выбирать особого смысла нет, у статы 744, а на данный момент это, ну, в два раза меньше, чем у моих основных персонажей Чудо-женщина, Бэтмен и Харли Куин. У Харли Куин так вообще уже две звезды, кстати, появилось, заметьте. У нее статы 2470. Собрана полностью вся экипировка и практически прокачана до 10 уровня, что, опять же, немаловажно. И давайте откроем сегодня два золотых пакета. Почему бы нам это и не сделать? Также можно открыть, было бы и серебряный, но, к сожалению, серебряный сейчас недоступен. Монет не хватает, у меня только 1220, а нужно как минимум 5000. Ну и что ж, первый пакет пошел, давайте смотрим, что нам здесь выпадет. Надеюсь, что куча персонажей, частиц персонажей. Смотрим. И тут у нас всего лишь три частицы какого-то Бэтмена, что ли, или кто это такой? Ну, похож чем-то на Бэтмена, хотя, возможно, это и не он. Да, всего лишь три частицы. Ну, ладно, у меня еще есть монет, не монета, а рубинов на один пакет. Давайте глянем, может, сейчас мне повезет. Открываем, смотрим. Ну же, что у меня здесь выпадает? И здесь у нас... Женщина-кошка. Офигеть, полностью собранная женщина-кошка? Это жесть просто, еще один персонаж, классно. Ну, конечно, этот персонаж не прокачанный, однозвездочный, но все же, все же мы выбили еще одного персонажа. И на данный момент у меня уже имеется пять персов. Это женщина-кошка, зеленый фонарь, Бэтмен, Харли Куин и Чудо-женщина. Неплохо для второго-то ролика, поэтому это даже очень хорошо. Ну и давайте попробуем пройти миссии, которые я не продемонстрировал вам в предыдущий раз. Это именно эти миссии. И да, сейчас я вам покажу немного по-другому, как можно играть и, конечно же, побеждать в данной игре. Потому что первый раз я сам еле-еле понимал, что я вообще делаю. Тапал тупо по экрану, вообще ничего не понятно было. Сейчас все гораздо легче. В общем, смотрите, я продумал такую комбинацию. Так, куда ушла? Вот один раз ударяем свайпом и потом добиваем обычными ударами. Дальше ударяем свайпом и добиваем обычными ударами. Нам при этом ничего не могут сделать. Можно подпрыгнуть. Если, например, вас атакуют, либо персонаж блокируется, можно подпрыгнуть и нанести еще контрольный урон. Как вы видите, только что у меня это получилось сделать акваменом. И вот сейчас одним бэтменом, возможно, мы даже добьем всех персонажей. Нет, 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 Карли, пожалуйста. Не избивай меня, я хочу победить одним лишь бэтменом. Да, у меня это получилось сделать. Но в целом это не так хорошо. У меня получалось гораздо лучше играть. Но все-таки как есть, так есть. Я когда один играю, я особо не запариваюсь. И как вы видите, у меня получается гораздо лучше. Ну и сейчас вроде даже все хорошо получилось. Миссия номер два. Ее пройти я, к сожалению, скорее всего, маловероятно, что смогу. Но давайте попытаемся это сделать. А вдруг повезет? Я не знаю, я сейчас особо на статы внимания не обращаю. Потому что у персонажей иногда по 7 тысяч статы. И я их побеждаю двумя персонажами. Одним не получается. Иногда 8 тысяч я побеждаю. Но с 10 тысячами я еще не встречался. И поэтому сейчас меня могут... Ой-ой-ой, как избить. И, честно говоря, мне бы этого не хотелось. Отошла, Харли. Куда отошла? Отлично. Наносим урон. Прыжок такой. Давай-давай-давай. Выбивай из нее всю дурь, Бэтмен. Я верю в тебя. Так, прыжок. Отлично. Она хотела атаковать, но у нее не получилось. Так, давайте зажмем в угол. Сейчас чудо-женщину. О-о-о-о. Блин, атака пошла. Кровотечение. Блин, я потерял персонажа только лишь из двух ударов. Бросай оглушение. Хорошо, отлично. Так, блин, у меня энергии нет. Она практически заканчивается. Давай чудо-женщину. Хорошо. Так. Не энергии, точнее. Ну, я думаю, вы поняли, что я имел в виду. Ставим блок. Так-так, удар. Удар, удар, прыжок. Отлично. Блин, прыжок лучше бы я не делал. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Остается два персонажа. Некоторые гели живые, поэтому все хорошо. Блин, здесь я хотел блок поставить, но не получилось. Давай-давай-давай. Прыгай. Отлично. Фу, хорошо. Хорошо. У нас ни у него, ни у киборга, в общем, ни у меня нету энергии. Поэтому все отлично. Блин, вынесли персонажа. Практически дожал. Давай-давай. Давай, чудо-женщина. Последний удар. Блин, проиграл. Ну, как так-то? Практически победил, вы видели. Как всегда. Как всегда не везет по какой-то причине. Но игра стала гораздо динамичнее. Когда я понял, как нужно играть и каким образом можно выигрывать, то игра становится гораздо динамичней. Блин. Давайте еще раз попробуем. Я уверен, что пройти получится. Здесь мне просто не повезло. Ну, скорее всего, я так думаю. Поэтому я думаю, что все получится. Главное сейчас, чтобы игра снова загрузилась и все было отлично. Фу, что ж. Попробуем. Попробуем еще раз. Давайте. Так, Харли. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. Сейчас Бэтмен с тобой разберется. Отлично. Давай-давай-давай, Бэтмен. Контратака. Давай еще раз. Отлично. Пока что все идет хорошо. Она не блокируется. Давай-давай, добивай ее. Пока блока нету. Блин, что там за дым пошел? Столбом. Чудо-женщина. Блок. Фу, хорошо. Блин, она... Я блок поставил, она... А, ну в целом неплохо. Я думал, что сейчас она как-то контратакует. Фу, хорошо. Прыжок. Давай снизу под кат такой вот выполняй. Отлично. Ой-ой-ой. Так. Блин, вот здесь вот я блок вроде как и поставил, но он не очень хорошо сработал. Так, контратак. Блин. А, нет, 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 нет. Сейчас вынесет. Одного персонажа вынес. Ну ладно. Все, остается одна лишь чудо-женщина. А, нет. Остается киборг. Киборга, давай избивай. Победа. Как вы видите, осталось в живых два персонажа и в целом я побеждаю. Ну да, в предыдущий раз мне не совсем повезло. Немного другая тактика была и комбинации были не совсем правильными. Но сейчас победа, заметьте. Ну и да, пока что я дальше пройти не могу. Как вы видите, не хватает. В общем, не... Как бы вам сказать правильно. Я не знаю, в общем, как это называется. Очков, скажем так. Всего лишь три очка дается. Можно сыграть только три раза. Каждые, получается, там, 3-4 часа. Поэтому придется ждать. И как-то так вот я сейчас сижу и играю. И, честно, мне понравилось. Вот я не знаю. Я поиграл, немножко поразмышлял. Посмотрел, как вообще работает игра. И да, сейчас стало играть гораздо интереснее. И смотрите. Возможно, в скором времени накопим еще на один пакет. 145. Еще 50. Давайте откроем сейчас. Может, выпадет новый персонаж. А может, докопим на кого-нибудь. И, наконец-таки, откроем его. Почему бы не сделать так, чтобы Харли Квинн была у нас трехзвездочной? Это было бы не так уж и плохо. Так, открываем еще один пакет. Значит, золото, да. И 150 рубинов. Да, трачу. Смотрим. Смотрим, что мне сейчас выпадет. Надеюсь, что-то интересное. Блин, снова это Бэтмен? Либо кто это такой вообще? Четыре всего лишь. Четыре частицы. Что за жесть? Ну, ладно, хорошо. Четыре частицы, так четыре частицы. Это, скорее всего, какой-то шикарнейший персонаж, раз столько всего выпадает. Давайте даже посмотрим, кто это. Так. Вот он, Бэтмен Предатор. Предатор. Да, хищник. Хищник, получается. Бэтмен-хищник? Бэтмен-хищник, да. Вот кто мне выпадает. И всего лишь семь частиц. Он сразу трехзвездочный будет. Ну, и потом его, конечно, можно будет докачать. Со статами 2051 в начале. Ну, с прокачкой он будет гораздо сильнее. Но все равно, Харли у меня сейчас гораздо сильнее, нежели чем этот Бэтмен. По статам 2470. Как-то так. Ну, а прокачать ее пока что не могу. Таланты, да. В общем-то, можем пока что отсюда выходить. Я потом сам немного разберусь еще. Ну, и, конечно же, запишу еще один ролик по данной игрушке. Так, а давайте сейчас перейдем в компанию. Как вы видите, я не прошел пока что первую часть. Мне остается всего лишь пару боев. И, конечно же, стоило бы это, наконец-таки, сделать. Так, здесь у нас статы 5889 против 4598. В общем, я думаю, что Бэтмен справится. Посмотрим. Injustice 2. Что ж, хорошо. Загружайся. Здесь, кстати, пока что не пишется никаких подсказок. Вот эта игра чисто вот мобильная. Она стала на все 100% мобильной. Потому что если еще Injustice первую часть можно было как-то приравнять к такой, знаете, а-ля консоль, а-ля портативная версия, то здесь точно мобильная. Никаких подсказок. Меню загрузки обычное. Но это бета-версия, я понимаю. Возможно, потом в релизе все это добавят. Будут анимации какие-то более интересные. Может быть, что-то еще добавят. И многие спрашивали, почему именно в Филиппинах вышла эта игра. По той причине, что в Филиппинах не самое большое население. Им нужно сейчас запустить игру там, посмотреть на реакцию. На реакцию, какая будет у людей. И после этого, если реакция будет положительная, то они уже ее релизнут. Ну, либо доработают и потом релизнут. Чтобы не было как таковой шумихи. Если бы игру запустили, релизнули ее еще не доделанную, скажем так, в основном, то вы сами понимаете, какие отзывы были. Вы сами вот у меня под последним роликом в комментариях писали, что игра не та, Injustice 1 лучше и тому подобные вещи. И вот чтобы такой возни не было, то ее и запустили только в Филиппинах. Так, как-то так получается. Отлично. Давайте еще один бой сыграем. И мне понравилось. Вот Бэтмен, он просто суперский здесь персонаж. Довольно в первой части суперский, но здесь тоже довольно интересно играется им. И, конечно же, наносит он неплохие ударчики. Особенно спецприем у него классовый. Так. Стоп. Я надеюсь, это звук записывается. Да, звук записывается. А то я что-то послышала, что звук сработало. И так, оказывается, он на наушниках просто был. И у меня наушники не надеты от игры. Так, ладно. Хорошо. Да, звук записывается. Все отлично. Я заметил, что в предыдущем ролике не очень хорошо звук записался. Я не знаю, как здесь будет. Надеюсь, что все будет гораздо лучше. Тихо, 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 чудо-женщина. Не добивай Харли. Лови кексика. Опа, оглушили. Получай. Так, отходим. И свайпаем вперед теперь. Наносим удар. А она заблокировалась. Бэтгерл, иди сюда. Блин, смотрите. Жесть. Просто жесть. Хотел комбо-прием провести, но что-то не получилось сделать. Можно назад отвести. И вот так вот. Блин. Как-то это делается. Назад отводишь. И нажимаешь. Да, вот таким вот образом комбо-прием получается. Она только что щитом ударила. Давайте вот сейчас еще раз. Оп. И, блин. Не получилось. Ну, ладно. Не буду здесь особо демонстрировать эти комбо-приемы. А то сейчас проиграю. А мне бы этого не хотелось. Молодец, чудо-женщина. Кстати, многие писали, что чудо-женщина здесь плоское. Ну, может быть. Может быть. Я как-то особо внимания не обратил. Мне Харли Квинн понравилось. Так. Здесь у нас Супермен. Флэш. И Аквамен. Хорошо. Битва. Давайте попробуем. Посмотрим. Я думаю, что будет победа. Поэтому особых проблем возникнуть не должно. В этом поединке. Так. Игра. Загружайся быстрее. Кстати, телефон очень сильно нагревается. Хотелось бы отметить, что вот при Injustice 2 телефон греется ну просто жутко. Еще многие спрашивали, какой у меня айфон. Седьмой я приобрел айфон, потому что, блин, ну какой смысл брать сейчас пятую версию айфона, там шестую, блин, четвертую в особенности. Это ж бессмысленно. Они особо ничего не потянут, и как бы толку от телефона будет нулевой. А так айфон 7 есть. Все релизы тянет на ура. И мне это нравится, конечно же. Блин, молнию упустил. Уходи с этой молнии. Тихо, тихо, Харли. Не сливайся. Я как-то хуже играть начал, потому что меньше начал обращать внимание на игру. Так, надо уже выигрывать по-быстрому. Лови кексик. Иди сюда. Блин, ты должен был оглушиться. Ты что, блок в этот момент держал? Я не заметил просто. Получай. Вот так вот Харли Квинн разберется с собой. Ты тут шею, Харли, не тряси так, а то еще ролик заблокирует. Ладно, что ж, Injustice 2. Хорошо, загрузилась. И остается последний персонаж. Это главный босс. Нам главное сейчас не слить всех трех персов. Если сливаем всех трех персонажей, либо хотя бы одного, меня это не устраивает. Я хочу пройти этот бой на две звезды. Даже на три. На три звезды. Чтобы пройти на две звезды этот бой, нужно всего-то потерять одного персонажа. И в целом все. А я надеюсь, что потеряю никого. Никого не потеряю. Все будет отлично. Так, зеленый фонарей. Отпусти блок. Воу, воу, воу. Тихо, тихо. Блин, он блоки держится все время. Все, хорошо. Блок он отпустил. Теперь контратакуем. А мы... Блин, тут еще смена эта. Ай-яй-яй. Не люблю я такие смены. Давай. Вот это да. Крит урон. Вы видели, какой только что был нанесен? Это просто жесть. Чего-чего? Такого я не ожидал. Давай, иди сюда. Блин, тихо. Да что ж такое? Персонаж выпрыгивает и сразу по мне такой урон накатывает. От этого зеленого фонаря. Блин. Жестко, очень жестко. Остается только лишь один Бэтмен. Но с Бэтменом, я-то думаю, разберемся. Лови кекси. Я все равно уже потерял персонажа. Это максимум две звезды. Ну, на данный момент. Я сейчас еще одного могу посеять и все, проиграть вообще. Так, так, так. Давай, добивай Бэтмена. Последний удар остается. Да, победа. Блин, две звезды не канает. Мне нужно все три звезды, чтобы было. Ну, хорошо, в общем. Я тогда, наверное, сам этот бой пройду. Все-таки я уже и так, наверное, записал минут на 16 где-то. И да, вот мы прошли первую часть. И можем переходить уже непосредственно во вторую часть сюжетки. Здесь персонажи, конечно, будут гораздо сильнее. Давайте даже посмотрим. Ну да, как вы видите, статы 7978, когда у моих персонажей в сумме выходит 6000 всего-то. Ну, в целом, в целом я вам скажу, это неплохо. Для начала и так сойдет. Главное, чтобы мне сейчас выпали хорошие ачивки. Да, как вы видите, 50 рубинов плюс 5 Бэтмена. Кстати, сейчас, возможно, Бэтмена прокачаем. И 2000 монет с какой-то чудихой непонятным. Возможно, это черная канарейка. Хотя я на все 100% не уверен. Давайте посмотрим сейчас на Бэтмена. Сколько мне нужно частиц. Да, я 5 частиц набрал. Остается 25 частиц поднять на Бэтмене. И только тогда мы его сумеем прокачать. А пока что... А пока что ничего не получается. Ну и последнее, к чему мне бы хотелось перейти. Побыстрому давайте глянем, что за операция. Мне просили апгрейдить. Давайте это сделаем. Сделаем апгрейд. 25. Да, рубинов он стоит. И посмотрим, что же изменится. Вроде как ничего и не изменилось. Но зато мы можем, смотрите, добавить женщину-кошку. Патруль Метрополис. 30 минут. Давайте нажмем. Да, конфид. Окей. И что я буду делать в течение 30 минут? Либо мне просто этот персонаж не будет доступен. Но после этого я получу 260 монет. Да, смотрите, мы только что отправили ее на задание. Круто. Мы можем же еще одного персонажа отправить на задание. У меня есть зеленый фонарь, который мне сейчас не требуется. Поэтому давайте его тоже в Метрополис отправим. На патруль какой-то. Выполнение операции. Почему бы и нет. И получим опять же 260 монет. Конечно, это немного. Но мне кажется, чем чаще мы будем прокачивать эти операции, тем больше нам монет будут выплачивать. Ну, как-то так получается все. В общем, ребят, да. На этом пока что все. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Он вам что-то объяснил. Что-то немного, возможно, разъяснил. Насколько хороша эта игра. Либо насколько нехороша. Но мне она нравится. Пока что я вам скажу честно и откровенно. Она мне нравится даже в какой-то момент больше, чем первая часть. Но я понимаю, что в первую часть я играл 4 года. И поэтому она, возможно, мне немного приелась. Ну, бывает иногда такое. Поэтому что ж, ребят. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.